Большая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела на очень низкой воде. Шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду весла. А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ. Матвей Капитаныч, да поторопись ты! Капитана, привет! Где Матька? Матвей Капитаныч, здравствуй. Моченька, ну давай, давай, други, заживайся на себе! Моченька, мы опаздываем! Матвей Капитаныч, здравствуй. Отойди, не мешай, бабы, дай причалить. Ну, теперь высадка и посадка. Осади, тихо, спокойно. Гребец был мальчик лет 11-12. Лицо у него было худенькое, серьезное, строгое, темное от загара, только бровки были смешные, детские. Совершенно выцельшие, белые, да из-под широкого козырька огромной ботманской фуражки с якорем на колышке, падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы. Эй, тетка, вот ты с противогазом, которая, садись с левого борта, а ты с котелком туда. Так, тихо, 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 осторожно, без паники. Так, раз, два, три, четыре, так, все, семь, все, довольна, хватит, все, 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 до остальных я после приеду. Готовьте плату. Вот, сдачи не надо. Спасибо. Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу. Вот, ладно. Ну, поехали. Ну, с Богом. С Богом. Боюсь. Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею каменный остров. Легкий дымок клубился над пестрыми дачными домиками. Белая чайка летала, и было очень тихо. Тихо. Ой, что это, бабочки? Ой, матенька, что это? Ну что, ничего особенного? Зенитки. Так, зенитки аж лечит. Лечит, лечит, поглядите-ка. А, разведчик. Батюшки мои. Наши бьют, с каменного острова. Зенитки. Ничего не скажу. Было страшно. Особенно, когда воду спереди и сзади, справа и слева от лодки начали падать осколки. Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, а многие из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжелого и раскаленного куска металла. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, но я не мог сделать этого. Передо мной сидел мальчик. Неужели он не боится? Неужели ему не страшно? Неужели не хочется ему бросить весла, зажмуриться, спрятаться под скамейку? А, впрочем, он еще маленький. Он еще не понимает, что такое смерть. Поэтому, небось, он и бается так беспечно и снисходительно. Ну, Господи, приехали, слава тебе Господи. Бежим, бежим, скорее. Бежим, скорее, бежим. Послушай, а что ты копаешься тут? Ведь осколки летят. Чего? Я говорю, храбрый ты, как я погляжу. А ну и проходите, нечего тут. Все-таки, значит, немножко побаиваешься, Галыча. Дела, которые привели меня на Каменный остров с нитчиком, отняли у меня часа полтора-два. Обратно в город меня обещали подкинуть на штабной машине. Машина с минуты на минуту будет. А, спасибо. Мы тут в такой осколочный дождь попали. Да. К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что же поделаешь. Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Но все-таки неприятно. Неприятно. Очень неприятно. Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три того назад. Тут перевозчика осколком убило. Как перевозчика? Где? Какого? Да вот тут, как раз, на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. Сорок два года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвязался. И дед. А сейчас там какой-то мальчик. А, ну как же, Мотя? Матвей Капитонович. Мотя, да. Адмирал Нахимов мы его называем. Это сынишка того перевозчика, который погиб. Как? Того самого, который от осколка? Ну да, именно. Того капитоном звали. А этого Матвей Капитонович. Тоже матрос бывал. Лет ему не сосчитать, как мало. А работает, сами видели. Со взрослыми потягаться может. И при том, что бы ни было, всегда на посту. И днем, и ночью, и в дождь, и в бурю. И под осколками. Да, и под осколками. Это уж тут не избежать. Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные, метеорологические. Послушайте, товарищ капитан. Знаете, что-то ваша машина застряла, а у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду. А как же вы? Ну что ж, придется опять на ялике. Когда я пришел к перевозу, ялик еще только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выглядывали из воды. Но так же легко, спокойно и уверенно работали весла и вели его наискось по течению. И вдруг я очень живо и очень ясно представил себя, как здесь, вот на этом самом месте, в такой же, наверное, погожий солнечный денек, погиб отец этого мальчика. Я отчетливо представил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу его жена и дети, и вот этот мальчик тоже. И какое-то было горе. И как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах. Как же он может, как может этот маленький человек держать в руках эти страшные весла? Матвей Капитонович, поторопись! Выходи, приехали! Выходи, выходи, давай, давай! Что, уже обратно? Да, обратно! Садитесь! Можно поближе к тебе? А что же, моя? Спасибо! Только не шуметь, бабы! Да что ты! Вы чего смеетесь? Да я не смеюсь! С чего ты взял, что я смеюся? Просто я любуюсь, как ты ловко работаешь! Как это ловко! Обыкновенно работаю! Адмирал Нахимов я погляжу, дядя Сердитый! А вы откуда знаете, что я адмирал Нахимов? Ну, мало ли, слухом земля полнится! Что, на батареях были? Да, на батареях! А, тогда понятно! Что тебе понятно? Командиры меня так дразнят, адмиралам! Я ведь их и тут всех обслуживаю! И зенитчиков, и летчиков, и моряков, и из госпиталей, которые... Да, брат, работки-то у тебя, как видно, хватает! Целый день так на веслах! Устаешь здорово, небось, а? Чего там? Послушай, Матвей Капитонович, скажи, пожалуйста, откровенно, по совести, не может, тебе давеча не страшно было? Это когда? Ну, когда зенитки работали! Вы бы ночью сегодня поглядели, что было! Вот это да! А разве ты ночью тоже работал? Я дежурил! Ага! У нас тут на дерево в делочном сожигалок набросали целый воз! Мы тут тушили! Кто мы-то? Ну, кто? Ребята! Так ты что, и не спал сегодня? Нет, спал немного! А ведь у вас тут частенько это бывает! Что, бомбежки-то? Ну? Конечно, часто! У нас тут вокруг батареи, осколки, так начнут сыпаться! Только беги! Да! А ты, я вижу, все-таки не бежишь! Мне бежать некуда! А что, Мотти, это правда, что у тебя тут недавно... Ну, отец погиб? Да! А его что, осколком? Ага! Вот видишь! Воды боятся в море не бывать! Но ведь могут же и... Могут, конечно, убить! Тогда что ж, тогда, значит, придется маленький за весло садиться! Какой маленький? Ну, какой! Сестренки! Она, вы не думайте! Она хоть и маленькая, а села-то у нее побольше, чем у другого пацана! На спинке у него переплывет, туда и обратно! Мотя! Да вон она встречает! Так она еще маленькая! Маленькая, да удаленькая! Мотя! Живей давай, чего ты там копаешься? Чего орешь? Обедать иди! Мама ждет, весь горох уже выкипел! Ладно, иду! Принимай вахту! Это что, Манька и есть? Ага, Манька и есть! Вот она у нас какая! Славная девочка! Ну, выходи! Эй, папа, зажимись! Без паники! Да ужин возьми! Ну что ж, отбирал! До свидания! Ну, до свидания! Главный инженер Леша Михайлов прилетал в деревню самолет-разведчик Хенкель-126 Иногда он по полчаса и больше кружил над деревней Выискивая и вынюхивая расположение русских зениток Но батареи молчали А в ноябре месяца случилась эта самая история Снега-то сколько выпало Давайте снежную бабу слепим Нет, ребята, давайте лучше не бабу А давайте построим снежную крепость Или батарею зенитную с блиндажом И со всем, что полагается Давай Только к настоящую Да, и стены И брослеры Здорово И орудийные площадки Пушку Пушку обязательно Пушку? Да как же ты ее сделаешь из снега? А где ее, думаю, из-за глобли Даже вращать можно будет А где ее взять? У нас за сараем Получилось у них здорово На следующий день ребята с утра достраивали свою крепость Когда над их головами в безоблачном небе появился старый знакомый Хенкель-126 Воздух! Тревога, товарищи бойцы, по местам! Есть места! По фашистским стервятникам! Огонь! Раз, два, 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 два! Без им! Ну где ты носишься? Сколько раз тебе говорили, чтобы вечером дома сидел Давай садись съесть Бомбят А ну, живы в подполье Ма, я сейчас Я только к ребятам сбегаю Лешка Лешка, вернись! Коля, а где наши? Ой, Лешка Ты знаешь, беда какая Что? Ты знаешь, это наши батареи сейчас бомбили Ну да, не ври Я ей-богу, своими глазами видел Вей-бомбы Прямо, прямое попадание Я убил нашу батарею Сам видел, говорю? Говорю же, я своими глазами видел Мы с Валькой за водой ходили Увидали и сразу туда Я убежал А он... Что? Его на батарею ввели На настоящую Немецкие самолеты Разбомбили игрушечную крепость И улетели На батареях прозвучал отбой Воздушной тревоги Понемногу успокоились все И в самой деревне А Валька Вдовин Все еще не возвращался домой Это же я виноват Это я все придумал с этой дурацкой крепостью А Валька даже не строил ее Он только сегодня утром из Ленеграда приехал Валька, ну наконец-то Я замерз уже Лешка Тебя, наверное, в трибунал отправят Судить будут Меня? Откуда уже знали, что это я? Откуда узнали? Это я на тебя сказал Ты? Да, я Я сначала отпирался Говорил, знать ничего не знаю А потом Кувантин батареи говорит Это, наверное, такой чернявенький С пластовым шарфом Михаилов его, кажется, зовут Но я и сказал Да, говорю, Михаилов Я адрес твой спросил Я тоже сказал Так, значит, и адрес сказал Да, и адрес сказал Ну и правильно Я бы все равно сам пошел на батарею Я уже собирался даже Значит, ты не сердишься? Нет Знаешь что? А может быть, тебе убежать лучше? Я не подумал Как ты думаешь? Расстреляют? Может быть, и не расстреляют И я пошел, а? Иди Может быть И в самом деле лучше убежать Проберусь как-нибудь на фронт Или к партизанам Навру чего-нибудь скажу У меня скоро 13 лет будет Может, меня и возьмут Пойду куда-нибудь в разведку И погибну Как полагается А после в газетах напишут Или, может быть, объявят Героем Советского Союза Эх, не успел убежать Михайлов Алексей Это вы будете? Я Садись в коляску Сюда? Поехали Да Вот ты какой, оказывается А ну-ка, подойди ближе Так значит Это ты построил Снежную крепость Или Блиндаж Или что там В которую давече Разбомбили мессеры Да, я Только ведь мы не нарочно Товарищ полковник Мы ведь играли Ах, вот как Играли Ага А кто это мы? Ну, кто? Ну, ребята, одним словом А кто зачинщик? Кто выдумался это? По чьим руководствам строили? Это я выдумал Под моим Под твоим Я, товарищ полковник Пожалуйста, простите меня Я больше не буду Это что, не будешь? Играть не буду Вот Тюрень на Как же это можно не играть? Ну, вообще Блиндажей не буду строить Не будешь? Самым серьезным образом Не будешь Самым серьезным Вот ей-богу Хоть провалиться Да Ну, а Если мы тебя попросим Что попросите? Да вот Что-нибудь еще построить В этом же роде Крепость Или Глиндаж Или дзод какой-нибудь Видишь ли, какая история Оказывается, что В военное время Даже играть надо осторожно Вот построили вы Например, батарею Отлично, вероятно, построили Если немец ее За настоящую принял Но построили вы ее Где? Рядом с настоящей Боевой действующей Зенитной батареей Это тебе известно? Да, известно А ведь рядом Не только батареи Живые люди Товарищ полковник Да разве же я не понимаю? Понимаешь Да поздно Задним умом живешь Правильно Задним А между тем Такие фальшивые Что ли Сооружения Как ваша крепость Нам, военным людям Очень и очень нужны Они называются У нас ложными объектами Чтобы замаскировать Настоящий объект Отвести противнику Глаза И натянуть ему нос Где-нибудь В стороне Строятся Поддельные Блиндажи Окопы Батареи И все Чего одним словом Душа пожелает Понятно тебе? Ага, понятно Так вот Товарищ Михайлов Не согласитесь ли вы Построить нам Штуки Пять-шесть Таких ложных объектов? Это кто? Это я? Да В общем-то И товарищи твои А из чего Строить? Из снега? А, это уж Как вам хочется Лучше всего Из снега, конечно Во-первых Материал дешевый А во-вторых Тоже лучше Ребят со снегом Умеет работать Точно Ну так как же Ну что ж Можно, конечно Только вот Боюсь, что пожалуй Что еще за пожалуй? Оглобель, боюсь Не хватит Каких оглобель? Ну, которые Вместо пушек У нас ведь Понарошку было Зенитки у нас Не было Так мы оглобли Вместо нее Понятно Ну что ж Товарищ Михайлов Оглобель Уж мы вам Как-нибудь Раздобудем За оглоблями Дело не станет Тогда все в порядке Приказы настроить Работали ребята На славу Иногда Если нужно было И по ночам Забывали пить И есть Не жалели Ни сна Ни времени Своего Но в школу Все-таки бегали Не пропускали И Леша Михайлов Инженер Первого ранга Как его Теперь называли Даже умудрился В эти дни Получить Отлично По-русскому Письменному Лоточек Как-то после войны Ехал я В командировку В Казань И познакомился В поезде С одним Очень милым И хорошим Человеком Через полчаса Я уже знал Что попутчик Мой Бывший Танкист Полковник Домой Спешу Из командировки В Казань У меня семья Ждут А велика ли семья? Ну как вам сказать Не очень Пожалуй велика В общем ты-то Я-то мы с тобой Это сколько же выходит? Четверо Кажется Нет Насколько я понимаю Это не четверо А всего двое Ну что же Если угадали Ничего не поделаешь Действительно двое Сказал это И вижу Растегивает На гимнастерке Кармашек Сует туда Два пальца И тянет На свет божий Маленький Такой Девичий Платок Простите Полковник А что это Такой Платочек Дамский Вроде Позвольте А почему же Вы решили Что он дамский? Ну маленький А вот так Маленький Да Ой Не солидный А вы знаете Между прочим Какой Этот платочек Нет не знаю Вот он то и дело А платочек Это Ежели желаете знать Непростой А какой же Заколдованный Что Ну Заколдованный Не заколдованный А вроде того Ну в общем Если желаете знать Могу рассказать Ну пожалуйста Очень интересно Ну насчет Интересности Получиться не могу А только лично Для меня Эта история Имеет значение Преогромное Одним словом Если делать нечего Слушайте Начинать надо Издалека Дело было В 1943 Году В самом конце Его Вот Перед новогодними Праздниками Был я тогда майор И командовал Танковым полком Наша часть Стояла Под Ленинградом Вы не были В Питере В эти годы Были А были Оказывается Ну вам тогда Не нужно объяснять Что представлял собой Ленинград В это время Да Холодно Голодно На улицах Бомбы Снаряды падают А в городе Между прочим Живут Работают Учатся И вот В эти самые дни Наша часть Взяла шефство Над одним из Ленинградских детских домов В этом доме Воспитывались Сироты Отцы и матери Которых погибли Или на фронте Или от голы В самом городе Как они там жили Рассказывать не надо Понятно Поёчек усиленный Конечно По сравнению с другими А всё-таки Ну сами понимаете Ребята Сытые Спать не ложились Мы были народ Зажиточный Снабжались По фронтовому Денег не тратили Мы этим ребятам Кое-что подкинули Уделили им Из пайка своего Сахару Жиров Консервов Купили Подарили Деддому Двух коров Лошадку С упряжкой Свинью Ну с поросятками Птиц И всякой там Коей петухов Ну всего прочего Одежды Груши Музыкальных инструментов Между прочим Помню 120 пар Детских салазок Приподнесли Пожалуй Диск Катайтесь Детки До страх Врага А под Новый год Устроили ребятам Ёлку Конечно же Вы тут постарались Ну Раздобыли Ёлочку Как говорится Выше потолка Да Ну прихватили Подарков И поехали К ним На Кировские острова Ого Встретили нас Ну чуть ног Избили Всем табором Во двор Высыпались Смеются Обниматься Лезут Ну мы им Каждому Личный подарок Привезли Ну и они тоже Вы знаете К долгу перед нами Оставаться не хотят Тоже приготовили Каждому из нас Сюрприз Одному Кесет Вышитый Другому Рисуночек Какую-нибудь Записную книжку Блокнот А ко мне Подбегает На быстрых ножках Маленькая Белобрысенькая Девчоночка Краснеет Поздравляю вас Дяденька военный Вот вам Говорит От меня подарочек Поздравляю вас Дяденька военный Вот вам От меня подарочек Я хотел взять подарок Она еще больше Покраснела Только вы знаете Что Вы этот пакетик Пожалуйста Сейчас не развязывайте А вы его знаете Когда развяжите Когда А когда вы Берлин Возьмите Когда вы Берлин Возьмите И далее Время-то я говорю Сорок четвертый год Самое начало его Немцы еще в детском селе Под полковом стоят На улицах Шрапнельные снаряды падают В детдоме у них Накануне как раз Кухарку осколком Ранило И ведь Уверена была Пигалица Ни одной минуты Не сомневалась Что рано или поздно Наши в Берлине будут Я ее тогда на колено Посадил Поцеловал И говорю Хорошо дочка Обещаю тебе Что И в Берлине побываю Фашистов разобью И что раньше этого часа Подарк твоего Не открою И что Сдержали свое слово Сдержал Что неужели И в Берлине побывали И в Берлине Представь Привелось побывать А главное Что я действительно До самого Берлина Не открыл этого Пакета Полтора года С собой Выносил Тонул Вместе с ним В танке Два раза горел В госпиталях Лежал Три или четыре Гимнастерок Сменил за это время А пакетик Все со мной Им прикосновенный Ну И вот Наконец Мы в Берлине Отвоевали Ворвались В город Я впереди На главном танке Иду И вот Помню Стоит у ворот У разбитого дома Немка Молоденькая Еще худенькая Бледная Держит за руку Девочку Вокруг пожары Кое-где еще Снаряды ложатся Пулеметы стучат А девчонка Представьте Стоит Смотрит Во все глаза Улыбается И вот уж Не знаю Чем Она помнила Мне вдруг Эта маленькая Девочка Мою Ленинградскую Дивдомскую Приятельницу И вы О пакетике Вспомнили Ну так думаю Теперь-то можно Задание Выполнил Берлин Взял Имею полное право Посмотреть Что там Развертываю Пакетик А что там Да там Откровенно говоря Ничего особенного Нет Это что Лежит там Просто платочек Обыкновенный Носовой платочек С красной Зеленой Каемочкой Карусом Что ли Ну да Или еще чем Я не знаю Я не специалист В этих делах А вот И к нему Булавкой Пришпильна записка А на записке Огромными Корявыми буквами С невероятными Ошибками Нацарапано С новым годом Дорогой дяденька Боец С новым С новым Счастьем Дарюсь тебе На память Платочек Когда будешь В Берлине Помаши ему Пожалуйста Мне А я когда узнаю Что наш Берлин Взяли Тоже Выглянула Кушечкой Вам ручкой Помашу Этот платочек Мне мама подарила Когда живая была Я в него Только один раз Сморкалась Но вы не стесняйтесь Я его выстирала Желаю тебе здоровья Ура Вперед На Берлин Лида Гаврилова Лида Гаврилова А Я скрывать не буду Заплакал С детства Не плакал Понятия не имел Что за что бы Такая слеза Жену Дочку За годы войны Потерял И то Слез не было А тут На тебе Пожалуйста Через два часа Я у Рейхстага был Наши люди Уже Водрузили К этому времени Над его развалинами Красное знамя Конечно И я поднялся На крышу Вид оттуда Надо сказать Страшноватый Повсюду Огонь Дым Еще стрельба Кое где идет А тут На крыше Рейхстага Я вспомнил Лидочкин наказ Я думаю Как хочешь Обязательно Надо это сделать Если она просила Только Где Восток Вот вопрос Ну и как же Вы У кого-то из наших Часы оказались Компасы Он мне показал Где Восток Я повернулся В эту сторону И несколько раз Помахал туда Белым платочком И представилось И представилось мне Что далеко-далеко От Берлина На берегу Невы Стоит сейчас Маленькая девочка Лида И тоже машет Мне своей худенькой Ручкой И тоже радуется Нашей победе Да Вот А вы говорите Дамский Вот Поэтому я его С собой таскаю Как талисман Извините А где Эта девочка Лида Что с ней Лида Да Где сейчас Знаю Немножко Живет в городе Казани Учится в восьмом классе Отличница В настоящее время Надо надеяться Ждет своего отца Как Разве у нее Отец нашелся Да Нашелся какой-то Что значит Какой-то Позвольте А где же он сейчас Да вот Сидит перед вами Вы Удивляетесь А ничего удивительного нет Летом С 45-го года Я удочерил Лиду Дочка у меня Славная Леонид Пантелеев Честное слово Мне очень жаль Что я не могу вам сказать Как зовут Этого маленького человека И где он живет И кто его папа и мама В потемках я даже не успел Как следует Разглядеть его лицо Я только помню Что нос у него был Весь в веснушках И что штанишки у него были Коротенькие Держались Не на ремешке А на таких лямочках Которые перекидываются Через плечи И застегиваются Где-то на животе Как-то летом Я зашел в садик Я не знаю Как он называется На Васильевском острове Около Белой церкви И не заметил Как наступил вечер Я боялся Что сад закроется И шел очень быстро Вдруг я остановился Мне послышалось Что где-то в стороне За кустами Кто-то плачет Я свернул на боковую дорожку Там белел в темноте Небольшой каменный домик Какие бывают Во всех городских садах Какая-то будка Или старушка А около ее стены Стоял Маленький мальчик Лет семи Или восьми И опустив голову Плакал Эй Что с тобой Мальчик Ничего Как это ничего Тебя кто обидел Никто А чего ж ты плачешь Ну давай пошли Смотрю ж Поздно Уж сад закрывается Не могу Чего не можешь Идти не могу Как это почему А что с тобой Ничего Ты что Нездоров Нет здоров А почему ж ты Идти не можешь Я часовой Как часовой Какой часовой Ну что вы не понимаете Нет Мы играем Так с кем ты играешь Не знаю Послушай Что ты говоришь Как же это так Играешь И не знаешь С кем Да не знаю Я на скамейке сидел А тут какие-то Большие ребята Подходят И говорят Хочешь играть в войну Я говорю хочу Стали играть Мне говорят Ты сержант Один большой мальчик Он маршал был Он привел меня сюда И говорит Тут у нас Пороховой склад В этой будке А ты будешь Часовой Стой здесь Пока я тебя не сменю Я ей говорю Хорошо А он говорит Дай честное слово Что не уйдешь Ну Но я ей сказал Честное слово Не уйду Ну и что Ну вот Стою Стою Они не идут Так И давно Они тебя сюда поставили Еще светло было О И где же они Я думаю Они ушли Как ушли Забыли А что ж ты Достоишь Я ж честное слово Дал Я уже хотел Засмеяться Но потом Спохватился И подумал Что смешного Тут ничего и нету И что Мальчик Совершенно прав Если дал Честное слово Так надо стоять Чтобы не случилось Хоть лопни А играет Или не играет Все равно Вот Так история Получилась А что же Ты будешь делать Не знаю Да Мне очень хотелось Ему как нибудь Помочь Но что бы я мог Сделать Идти искать Этих Глупых мальчишек Которые поставили Его на караул Взяли с него Честное слово А сами убежали Домой Да где же Сейчас найдешь Этих мальчишек Они уж небось Поужинали Спать легли И десятые сны Видят А человек на часах Стоит В темноте Голодный небось Ты наверное Есть хочешь Да хочу Ну вот что Ты беги домой Поужинай А я пока За тебя постою Тут Да А мне можно разве? А почему нельзя? Вы же не военный Правильно Ничего не выйдет Ага Я даже не могу Тебя снять С караула Это может сделать Только военный Только начальник Подожди Минутку Я сейчас Я встал у ворот И долго поджидал Не пройдет ли мимо Какой нибудь Лейтенант Или хотя бы рядовой Красноармеец Но как назло Ни один военный Не показывался на улице Я уж хотел Несолно хлебавшего Возвращаться в сад Как вдруг увидел За углом На трамвайной остановке Защитную Командирскую фуражку Товарищ майор Минуточку Подождите Товарищ майор В чем дело? Видите ли в чем дело Тут в саду Около каменной будки На часах Стоит мальчик Не может уйти Он дал честное слово Но он очень маленький Он платит Причем что-то я Ну вот Мой трамвай ушел А когда я Немножко подробнее Объяснила бы в чем дело Он не стал раздумывать Идемте Идемте конечно Что же вы мне сразу Не сказали? Сад закрывается Опоздали Пожалуйста Несколько минут Подождите Там в саду Мальчик остался Какой мальчик? Мальчик 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 стоял На том же месте Где я его оставил И опять Но на этот раз Очень Тихо плакал Мальчик Мальчик Ты здесь? Здесь Товарищ караульный Какое вы носите звание? Я Я сержант Товарищ сержант Приказываю Оставить Вверенный вам пост А у вас Какое звание? Я не вижу Сколько у вас звездочек? Я Майор Есть товарищ майор Приказано Отставить пост Ну пошли А то там Сторож Суровый Ну вот и мы Батюшки И правда Вот таколет Ты что там делал Ночь уж? Я Мне Это ты дома Сейчас объяснишь Тебя там зададут По первое число Спасибо вам До свидания Но никакого Порядку Да нет Как раз Порядок Есть Леонид Пантелеев Буква Ты Учил я когда-то Одну маленькую девочку Читать и писать Девочку звали Иринушка Было ей 4 года 5 месяцев И была она Большая умница За каких-нибудь 10 дней Мы одолели с ней Всю русскую азбуку Могли уже Свободно читать И папа И мама И Саша И Маша И оставалась у нас Невыученной Одна только Самая последняя Буква Я И тут вот На этой последней Буковке Мы вдруг С Иринушкой Испоткнулись Я как всегда Показал ей букву Дал как следует Ее рассмотреть И сказал А вот это Иринушка Буква Я Иринушка С удивлением На меня посмотрела И говорит Ты Почему ты Что за ты Я же сказал тебе Это буква Я Буква Ты Да не ты А я Она еще больше Удивилась И говорит Я и говорю Ты Да не я А буква Я Не ты А буква Ты Ох Иринушка Иринушка Наверное Мы голубушка С тобой Немного Переучились Неужели ты В самом деле Не понимаешь Что это Не я А что Эта буква Так называется Я Нет Говорит она Почему не понимаю Я понимаю А что ты понимаешь Это не ты А эта буква Так называется Ты Фу Ну в самом деле Ну что ты С ней поделаешь Как же Скажите на милость Ей объяснить Что Я Это не я Ты Не ты Она Не она И что вообще Я Это только буква Ну вот что Сказал я наконец Ну давай скажи Как будто Про себя Я Понимаешь Про себя Как ты Шепотом На ухо мне Ты Я не выдержал Вскочил Схватился за голову И забегал по комнате Внутри У меня уже Все кипело Как вода в чайнике А бедная Иринушка Сидела Склонившись Над букварем Искоса Посматривала На меня И жалобно Сопела Ей наверное Было стыдно Что она такая Бестолковая Но и мне тоже Было стыдно Что я большой человек Не могу научить Маленького человека Правильно читать Такую простую букву Как буква Я Наконец Я придумал Все таки Я быстро подошел К девочке Ткнул ее пальцем В нос И спрашиваю Это кто Она говорит Это я Ну вот Понимаешь А это буква Я Она говорит Понимаю А у самой Уж вижу И губы дрожат И носик сморщился Вот-вот заплачет Что же ты Я спрашиваю Понимаешь Понимаю Говорит Что это Я Правильно Молодец А это вот Буква Я Ясно Ясно Говорит Это буква Ты Да нет Ты А я Не я А ты Не я А буква Я Не ты А буква Ты Не буква Ты Господи Боже мой А буква Я Не буква Я Господи Боже Мой А буква Ты Я опять Скочил И опять Забегал По комнате Нет Что Что Весь Мой Гнев Сразу Остыл Мне Стало Жалко Ее Хорошо Сказал я Как видно Мы с тобой В самом деле Немного Заработались Возьми Свои книги И тетрадки И можешь Идти Гулять На сегодня Хватит Она Кое-как Запихала В сумочку Своё Барахлишко И ни слова Мне не сказав Спотыкаясь И всхлипывая Вышла из комнаты А я Оставшись один Задумался Что же делать Как же мы В конце концов Перешагнём Через эту Проклятую букву Я Ладно Решил я Забудем О ней Ну и её Начнём В следующий раз Урок прямо С чтения Может быть Так лучше будет И на другой день Когда Иринушка Весёлая И раскрасневшаяся После игры Пришла на урок Я не стал Ей напоминать О вчерашнем А просто Посадил её За букварь Открыл первую Попавшуюся страницу И сказал А ну сударыня Давайте-ка Почитайте мне Что-нибудь Она Как всегда Перед чтением Поёрзала на стуле Вздохнула Уткнулась И пальцем И носиком В страницу И пошевелив Губами Бегла Не переводя Дыхание Прочла Ты кого дали Тыблока От удивления Я даже на стуле Подскочил Что такое Какому Тыкову Какое Тыблоко Что ещё За тыблоко Посмотрел В букваре А там чёрным По белому Написано Якову Якову Дали Яблоко Вам смешно Я тоже конечно Посмеялся А потом говорю Яблоко Иринушка Яблоко А не тыблоко Она удивилась И говорит Яблоко Так значит Это буква Я Я уже хотел сказать Ну конечно Я А потом спохватился И думаю Нет Голубушка Знаем мы вас Если скажу Я Значит Опять Пошло Поехало Нет Уж Сейчас Мы на эту Удочку Не попадёмся И я сказал Да Правильно Это буква Ты Конечно Не очень-то Хорошо Говорить Неправду Даже Очень Нехорошо Говорить Неправду Ну что же поделаешь Если бы я сказал Я А не ты Кто знает Чем бы всё это кончилось И может быть Бедная Иринушка Так всю жизнь И говорила бы Вместо яблока Тыблоко Вместо ярмарка Тырмарка Вместо якорь Тыкарь И вместо язык Тызык А Иринушка Слава Богу Выросла уже большая Выговаривает Все буквы Правильно Как полагается И пишет мне письма Без одной ошибки Однажды вечером Когда мама укладывала девочек спать Она им сказала Если завтра с утра Будет хорошая погода Мы с вами пойдем Знаете куда? Куда? А ну угадайте На море Нет Цветы собирать? Нет А куда же тогда? А я знаю когда Мы в лавку За керосином пойдем Нет Если завтра с утра Будет хорошая погода Мы с вами пойдем В лес За грибами Белочки Томарчик Так обрадовали Разрадовали Так запрыгали Что чуть не свалили С своей кроваток На пол Ну что бы Ведь они еще никогда В жизни не были В лесу Цветы они собирали На море купанцы ходили Даже в лавку За керосином С мамой ходили А вот в лес Их еще никогда Ни одного раза не брали И грибы Они до сих пор Только жареные видели На тарелках От радости Они долго не могли заснуть Они долго ворочались В своих маленьких кроватках А какая завтра будет погода Ух Только бы неплохая была бы Только бы солнышко было бы Утром Они проснулись И сразу Мамочка Какая погода Ух, доченьки Погода неважная Тучи по небу ходят Выбежали девочки в сад И чуть не заплакали И правда Все небо в тучах Такие страшные Черные Вот-вот дождик закапан Ну ничего, доченьки Не плачьте Может быть их разгонит Тучи-то А кто же их разгонит-то? Кому в лес не идти Тому все равно Тому тучи не мешают Надо нам самим разгонять Вот стали они бегать по саду Махать руками Разгонять туч Эй, тучи, уходите Уходите, пожалуйста Убирайтесь Вы нам мешаете в лесу И то ли они хорошо махали То ли тучам самим надоело На одном месте стоять Только вдруг Поползли они Поползли И не успели девочке оглянуться Показалось на небе солнце Заблестела трава Зачерекли птички Мамочка Посмотри-ка Тучи-то Испугались Убежали Ой, где же они? Убежали Вот вы молодцы какие Ну что ж, теперь можно и в лес идти Давайте девочки Одевайтесь поскорее А то они еще раз думают Тучи-то Обратно придут Девочки испугались И побежали скорее одеваться А мама в это время сходила к хозяйке И принесла от нее три корзины Одну большую корзину для себя И две маленькие корзиночки для Белочки И Тамарочки Потом они попили чаю Позавтракали И пошли в лес Субтитры сделал DimaTorzok